Так, меня видно? Да, Игнатий, вы прямо вообще там пишете такие вещи. Мы там... Для того это перепроверяется, чтобы повторно какие-то если ошибки их исправить. Они... Там... Были уже внесены много ошибок, там много было исправлено. И в связи с этим изменение идет на несколько листов. Понимаете, были места, где целые предложения потеряны. Мы когда их уносили, это же сразу все сходит, меняется расположение. Были потеряны целые, можно сказать, толкования там в трехтомнике. Много бы там внесли, и из-за этого смещение идет, из-за этого. Нет, он... Он мне сказал не из-за этого. Я про Николая говорю, на днях только говорили. Можно было поставить задачу, чтобы... Он... Я ему давал уже исправленный текст. Я ему дал уже... Он с ним работал. Я вносил изменения, которые нашли Ксения Юрьевна. Еще там... Да, вот они, которые нашли, я эти изменения вносил в текст. Эти изменения двигали текст, потому что в некоторых местах не было там тире, в некоторых местах не хватало одного какого-то слова, не только же было к-е-е-е, другие были буквы там, другие были ошибки. И вы почитайте там, какие ошибки. Там в некоторых местах перенос нужно было слов сделать. И это все 762 страницы, естественно, на две страницы сместило. Я уже внес исправление, потому что... А как вы хотели внести исправление, чтобы текст не сдвинулся? Так не бывает. Нет, я не хотел этого, что если вставлять, то вставляй. Но это две страницы. Это 42 строчки на одной странице. Это 80 с лишним этих строчек. Ну, некоторые когда не исправляли, они показывали где, что, запятая, там другое. Но это 80 строк. Оно накапливается такое количество, что в итоге такое смещение. Ну, что нам, я не пойму, нам что, как бы мы специально, что ли, сместили? Я не знаю, как. Я знаю, что после, когда будет уже печатание, это все полезет другим боком. А как можно ошибки находить, когда ссылка-то делается на страницу, и при том плюс вверху, минус внизу, а она уже далеко посередке идет. От кого искать-то? Тогда ничего и не даст это... Нет, вы не поняли. Плюс вверху, минус вверху, это по старой версии. По ней мы вносили. А когда мы внесли, вот одно изменение ты вносишь, оно уже все изменилось. Одно. И у меня жена, она потом обратно возвращалась туда, искала это место и опять, то есть, тройную работу делала. Потому что если ты хоть одно изменение вынесешь, все строки сбиваются. Одно изменение какое-то касательно, ну, вот, добавки или отбавки. Ну, вы сами подумайте, как это возможно. Если, допустим, там есть места, где не хватало одного слова. Не хватало слова. Мы его внесли. Все, все строки сбились сразу же. Ну, так это слово, а это сотая страница, она уже берет, уже одна, говорит, уже сколько ушло. И вдруг две страницы появляются. Он говорил, менял я шрифт дальше, где у меня было увеличение, он говорит, я сделал на заглавное. Он мне говорил-то, я с его слов беру. Я говорю, зачем же ты это делал-то? Он не ошибки управлял, а именно вот на большую, на заглавную букву делал. Ну, мы же договорились сделать как есть. У вас так будет она, как гармошка, играть. Нет, Игнат Тихонович, если бы было как есть, вот как у вас, вот вы говорили, никто вам не делал никаких замечаний по этому трехтомнику. Не делали замечаний по одной причине, потому что содержание смотрели, а оформление никто не смотрел. Может быть, и так. Оформление не смотрели. Если вы хотите, я вам выпишу, выпишу огромное количество замечаний по трехтомнику. Зачем? Я вам выпишу, что нарушение всех законов, которые только существуют. То есть, в одном месте строчка такая, в другом такая. Это что, нормально? Вот такая строчка и такая. Ну, это зависит от того, что там большой, там большой шрифт. И он тянет за собой всю строчку. И так это нигде, никогда, ни в одной книге в жизни нет. Правильно, так нет. Мы на это не ориентировались. А нам главное дойти до человека, чтобы он начал считать. Ему буквально вдалбливалось это. Вот поэтому я ни на какие правила не смотрел. Вы говорите, все это правильно. Но я не на это правило смотрел, а на правила, сколько, 9 столетий прошло, и все еще не считают. Мне нужно было открыть, чтобы буквально за колокол ударил. Александр Тихонович, вы же это сохранили все. Все это сохранили, только исправили эти строчки. И теперь те слова, которые вы выделили большими, сделали больше шрифт, мы их сделали просто большими буквами, жирным шрифтом. Разница только в том, что были у вас шрифт больше, а мы сделали это большими буквами. Разница в этом. Но через это мы исправили строчки. Строчки теперь стали все ровные. Понимаете? Ну это же лучше гораздо. Это не то, что лучше. Это ты как бы исправление идет, исправляешь. И я с вами это согласовал. Вы сказали, оставляйте так. Ладно, я все оставлю. Я не говорю, что переделывать. Я просто говорю, если беспокоюсь, вы учтите, когда будет уже напечатано, вы что-то будете замещать и будете вот так перекидывать эти друг друга. Кто сделал это? Еще раз проверьте. Делайте как надо, но чтобы не было потом сожаления. Вот именно поэтому мы и проверяем. Вот сейчас, смотрите, сейчас Ирина проводит. Сейчас найдет там вот из этих. Мы это еще раз исправим. Так, подождите, вы говорите. Еще раз я пройду. Говорите пропуски в словах. Говорите, потом тишина, потом опять голос ваш. Что-то прерывается. Я не все до конца понял. Дело в том, чтобы потом не было бесполезного сожаления. Я вот о чем говорю. В том-то весь и вопрос, что мы тщательно сейчас подходим к этому. Тщательно. Не будет никакого там сожаления. Все, что можно, можно будет сделать. А то так получается. Вообще нет ногу, не на что поставить даже. Опереться не на что. Только начинаешь все точно проходить. Вдруг, к сожалению, какие-то... Я просто говорю, задуматься об этом. Я же не говорю, давайте переделайте. Но он говорит, где надо, я шрифт уменьшал. Я говорю, он и так маленький. Потому что он не понял. Вы не поняли. Там в некоторых местах, в некоторых местах, был шрифт разный. Он его подправлял, делал, чтобы одинаковый был везде. Вот это о чем речь-то. Нигде там нет этого. И то, что Ирина сказала, что там шрифт у комментариев. Он там такой же, как и должен быть. Просто он так... В электронном варианте, может быть, в электронном. Она на чем смотрит, ей так кажется. Понимаете? Мы вообще ничего не трогали, кроме как исправили ошибки. Ошибка это была. Изменение вот этого текста. Ошибки, которые сестры нашли. Мы эти ошибки исправляем. И эти ошибки вносят, в итоге... Вдвигается. Дело в том, что... Смотрите, он будет на сотой странице. Сотая страница, да? Но это уже исправильный текст. Я-то уже... У меня жена вносила 760 страниц. Туда исправление внесла. Это уже исправлено. И поэтому уже идет вот это изменение. Тут раз работаете не один человек, то вы на чем закончили? Даже копию дать ему, чтобы работали над данным текстом. А не так, что один на этом, а кто-то на своем. Вам теперь не совместить даже это? Ну, конечно, Игнат Тихонович. Ну, это такие простые вещи. Ну, понятно же дело. Ну, почему я так... Вы думаете, что я даю работать на двух разных текстах? Вот не проходит у меня беспокойство, и все. Потому что не завершено дело еще. Вот беспокойство ваше как раз-таки мы покрываем вот тем, что перепроверка постоянно. И вот она находит, и мы это сейчас, вот эти исправления еще туда вставляем. Еще вставляем. И потом на последний раз вам еще раз дадим. А она вам прислала? Это то, что я послал? Ну, конечно, я уже Николаю давно отправил. Он сейчас вносит вот эти изменения туда, которые она нашла. Ее там, где еще? Это же повторно же. То есть она собственная. Так, мы говорили о первых страницах, которые в конце, там, убрать университет, детский лагерь. Еще на несколько раз проверьте, которые у меня вот это, мне скидывали. Или меня снова вам скинут, чтобы проверили, что нужно поставить. Про ресурсы, про все. Вот вы посмотрите, вам Николай сбрасывал, вы посмотрите там. Нет, не сбрасывал, ничего этого не было. Как первые и последние страницы будут? Я не видал еще этого. Ну вот, вот в тех, вот сейчас я сброшу тогда, вы посмотрите там. Да я вам говорил, что где указано, кто первый раз корректуру вел, и сегодня показать первый и третий Кондратюк. Первый и третий Кондратюк. Ну а здесь уже Юрова на второй том. Надо на несколько раз там пересмотреть, потому что назад возвращаться к этому уже мы никогда не будем больше. И корочки, вот как есть, один к одному сделать. Закладки тоже, как я говорил, найти это можно. Я закладки покупал дополнительные, сам у себя натягивал по комнате, резал по каким-то страницам, которые высота книги, с той стороны 5 сантиметров и сюда сантиметров 5, чтобы она свисала. На первой, ну у меня не было белой, значит, желтой. Второй, голубой, синий, третий, красный. Вот именно так сделать, как было. Да. Потому что... Я понял, понял, все это, все понял. У нас это в техническом задании все есть. Так, насколько у нас расчет сейчас идет, экземпляров, задумайте. Заказы. Если весь трехтомник, трехтомник, ну где-то, думаю, уже на полторы тысячи есть. Полторы, две тысячи. Конечно, мало. Я сам переиздавал, когда никого же не было вот так. Только корректор, дальше один я там все делал. Ошибки находил, которые помогал корректор, выставлял. И то я на две тысячи сделал. На две, а то полторы. Ну, к двум тысячам-то, наверное, мы притянемся. Надо поточнее узнать, какая цена. И дальше, кто будет брать книги оттуда, где они будут храниться, кто будет рассылать? Они же на себя это берут, там все с рассылкой. Кто? Нет, хранить книги будут где-то у вас, скорее всего. А кто их оттуда будет получать? Вот оттуда, оттуда там на грузовиках привезут. И кто будет получать? Вы имеете в виду, там кто будет, в Подмосковье, их принимать, эти книги? Да. Ну а где? Оттуда кто сюда повезет? Николай кто будет? Николай кто будет? А оттуда там эта компания перевозочная. Она будет там. Николай на каком этаже живет? На первом. Это точно? Ну, нет. Ну, летом он на первом живет, а так я не знаю. Тут же надо думать, это груз. Это груз непростой, это тонны груза. Конечно, грузовик это. Да, а теперь посылать, когда будете, это там же на почту надо, и тоже относить, и кто будет заниматься этим? Вначале их надо, вначале, может быть, их скопить, ну, допустим, привезти туда к вам. Ну, может быть, часть можно, я, допустим, я в частном доме живу, часть можно ко мне. Какой-то книг. А как посылать? Почта или специально такие грузовики идут? Специально? Нет, специально Елена там посылает, она через грузовые компании, там, дешевле, чем почта. Надо до конца все обдумать. Ну, понятное дело, конечно. Там это, понимаете, вот рассылка сама книги, ну, вот это, вот сколько они издадут, это все, и там даже в договоре у них прописано, они даже привезут, куда нам написано. Ну да. Естественно, это все будет узнаваться конкретно. У вас-то частный домик? Дом-то у вас частный? У меня частный, да. Надо вас задержать, наверное, все это. У меня все не влезет, я посмотрел, ну, я часть я могу. Потому что у меня все забито, часть я только могу книг взять. У меня же остальные книги-то еще, 38 томов фактически. У меня все, некуда. Я даже на крышу голубям туда перетаскивал, все еще там есть. Ну, вот, допустим, у Игоря Дубунова, у этого, у Елены Гладущук, у них же тоже есть частные дома. Елена еще не открыла, не живет в нем. Она не живет, недостроенная. А у Игоря, он сам недвижимый. Кого он, с двумя костылями заходит, как лыжник, две палки в руках. И у него... Ну, как в родилище. Вот у него, у него, как там будет, и он еще там, Марина. Я вот оставил у него, есть книги, нету. А Володя полез, они у него на чердаке лежат. Оказывается, есть. А я уже многим людям отказал, нету. А там даже новый завет трехтомник есть. У меня навык прятать все по разным местам, что погибнет, как Яков говорит, один стан, а второй останется. И другой раз приносит книги, ни слова не говорят. Я спрашиваю, у тебя там еще есть? Нету. Я опять проверяю по спискам. Ну, не хватает этого Тома. Проходит три года, он говорит, о, я нашел, это у меня где-то там стоит. Чуть ли не в дровиннике закрыто. А там дождь или что-то, я даже не смотрю и не знаю. Ну вот, да. Часть... У меня Тойота есть, большая машина. И я точно, допустим, могу сказать, что за частью... Вот я, ну, отец у меня съедет, приедет, привезет. Большую часть я смогу забрать. Сколько большую? Тысячу берешь? Тысяча, это примерно сколько трехтомников, если размер какой? Ну, то... Я думаю, пятьсот я возьму. Один комп... Тридцать один с половиной килограмма. Ну, вот из этого надо как-то исходить. Это надо заранее обдумать. Полторы это очень мало, очень мало. Надо подождать или что-то делать. Ну, что тут... Такой компанией были. Я повторяю, я один это издавал. Один. И сам... Вроде бы там как... С выше тысячи... С выше тысячи уже не растет. Цена. Уже не падает цена. Ну, нам-то выгонят сразу. Больше, чтобы не касаться. Ну, тогда вот поэтому мы сейчас не торопимся. Делаем, перепроверяем. Пока мы... Пока все, чтобы ни одной ошибки не было в трехтомнике. Я-то знаю, представь, 38 раз, да, переиздавал трехтомник. Переиздавал для слова Божия не туз. Переиздавал к истинному православию. Три тысячи экземпляров. Поэтому, когда привозят... Один экземпляр, если привозят, это почти тонна. Трехтомник, это уже тебя машина считает. Там две с половиной с лишним тонны. Это тысяча. Тысяча, наверное. Тысяча, подождите, одна книга, тысяча штук, это сколько? Ну, это, получается, три тысячи томов. Да взвешивай ее на веса, да, умножь. Так я не могу сказать. Потому что у меня там к истинному православию две симфонии, а они входят в общее число. А они меньше. Остальные это 752 страницы. Ну, я вам сейчас, Игнатих Ильич, пришлю вот эту, ту версию, которая сейчас исправляет Кондратюк. Я не буду смотреть даже. Мне это не надо. Я знаю, что я говорил вам, беспокоился. Дальше берите это на себя. Я не буду смотреть. Мне нужны только первые страницы и последние с оглавлениями. Там вы посмотрите, там вы посмотрите. Вот там и написано это. Я это, которое он прислал сейчас, как есть, она там не могу... Следующую страницу нет. А там было как легко. Раз, только Ctrl, я нажал, Ж, буква английская. Все, любую сифру ставь, она там откроется. Очень удобно было. А в этой системе-то я попробовал, она не дергается даже. Страница вперед, страница назад. Здесь только так, да? Он там кверху пнул пальцем и все, страница пошла. Если нажал ее, нет, пускай она вот так вот такая, страница мелькает. А то прижмей, я тебе когда было. Понимаете, он уже с ним не работает никто. Вот в чем дело-то. А почему я тут, когда пошел, а она сразу все взяла, как и есть. Ну, то есть я не стал больше здесь говорить. А не принимать. А это не, она просто, естественно, заказ, чтобы принять, она все это взяла. Не работают сейчас с пейджмейкером. Ну, не знаю. Что же не работают-то, а не? Ну, он старый. Этот пейджмейкер превратился вот в ту программу. Это то же самое. Вот пейджмейкер, у него версии новые выходят, выходит, теперь стало вот то, на чем мы делали. Это то же самое. Только уже новая версия более. Никто версии не знал. Вот считаешь, смотришь старые книги, по этой разной все одинаковое было. Все у всех. А здесь каждый день они ничего не делают, мудрят. Это инструменты, это не книги. Я не верю им в это, что они что-то могут улучшить. Хороший шрифт, для глаз удобный. Пользуйся удобно. Нет, Игнатих, не шрифт улучшили. Я говорю, инструменты улучшили, а не то, что внутри там улучшили. Шрифт все то же самое оставили, как вы сказали. Шрифт тот же самый. Да вообще почти все то же самое, кроме увеличения, исправления расстояния между строк, через увеличение букв, большими буквами. Все, больше ничего. Ну и жирный шрифт. И подчеркивание убрали. Я тогда сейчас скину мои... В местах писания, подчеркивание, останутся. Так, я сейчас скину наши ресурсы, которые расположить надо на самом конце, вместо занятий в университете, где были. Там страницы должны быть плотно, как у меня там было, все занято. Только форзац, это первый твердый лист, он не тронутый. А здесь все показать. Где печатали, какой экземпляр. Ну и первый, и последний мне скиньте тогда. Я вам скину, которые надо замену поставить, вместо университетских объявлений. Я это делал уже полгода назад. Ну сейчас я вам сброшу, посмотрите. Полгода назад мы с вами об этом разговаривали, я это делал уже все. Сейчас я вам сброшу. Это хорошо, что мы это сделаем, но возврата к этому не будет. Видите, сколько здесь... Посмотрите. Сколько здесь маяты. И главное, это у нас чего не хватает. Я-то подумал, что тираж такой маленький, хотя бы тысяч пять сделать. А тут мы на полторы совсем не годится. Да. И объявляли, и говорили, и... Ничего нету. А вот представь, по сегодняшним деньгам, я издавал которые все, мне обошлось, я нигде, никого помощника не был, как сейчас там разное. Это 55 миллионов обошлось мне. Даже вот, имея минимальную, минимальную буквально. Я смотрю на себя, настолько мне удивительно это. Вот даже, которые подарили мы миссионерские поездки, 35 миллионов обошлось. Подарили в библиотеке, 650 библиотек. Вот чем больше щедрости, тем больше Бог помогает. И даже сказать не могу, откуда же деньги такие брались-то? И вот сейчас, в другой раз, у меня совершенно денег нету. Проходит назад, ну сколько сейчас, я скажу, в деревне я был тут, месяца три. И только другим, которые, это уж так между, вот, больше миллиона пришлось помогать людям на руки. Я назад, если смотрю, и даже не верится, как, откуда, а я деньги-то не вижу. Это не деньги, если мне приходят откуда-то, я с человеком еду, он берет, на них мое отпечатканет. И прямо с почтам-то они сразу уходят, куда я скажу. Кто-то... Еще, Тигнатик, он сейчас телефон звонит. Все, отошел. Ну, что там? Ну, все, все, я сейчас вам сброшу вот эти книги, и вы посмотрите только первую и последнюю страницу. Да, первую страницу и последнюю, мне надо посмотреть. Что-то там выправить, чтобы указали и заполнить, чтобы пустого не было ни о нем страницы. Вы сами подумайте, что еще, которые я сейчас вам ресурсы свои скину, вы еще раз проштудируйте их. Потому что это не на один день. А это нам много, может, лет вперед и нас не будет. С Богом? С Богом отошел. С Богом отошел. Продолжение следует...